Приветствую всех искренне любящих Иисуса Христа. Хочу сегодня поделиться с Феми о небесном хлебе. В шестой главе книги Иоанна, апостола, Иисус Христос испытывал своих апостолов и спросил их, откуда нам взять хлебов, чтобы накормить всех этих людей. Апостолы не знали. Интересно то, что у них не было хлеба. Я понимаю, там были моменты, когда сам Иисус голодал, но я говорю о духовном смысле. Апостол – это тот человек, у которого всегда должен быть хлеб, а у них не было хлеба. Для меня очень удивительно, что среди всей этой толпы апостолы заметили у одного мальчика, что у него есть пять хлебов и две рыбы. Как они заметили, наверное, сами были очень голодны и не позволяли себя у мальчика просить немножко пищи. У всех этих людей не было еды, не было пищи, только у мальчика. В жизни нашей поры встречаются такие младенцы во Христе Иисусе, у которых есть такая небесная манна, такая небесная пища. У них откровения, у них пророчества. Им Слово Божие так открывается, что порой мы говорим 40 лет, читаем Писание, и это не понимали, а вдруг ему это открывается. Почему это так? Я думаю, в принципе, только в одном. Они приближаются к Богу, а люди, которые становятся на уровне апостола и перестают углубляться в Слове, перестают быть теми животными чистыми, которые жуют жвачку. Вот поэтому и Слово им закрывается. Но когда они снова становятся и начинают жувать жвачку, то есть углубиться в Слове, им это Слово открывается. Бог таков. Бог хочет, чтобы человек трудился. От самого начала творения Бог подумал и позаботился о пише человека и о пише животных. Посему в протяжении всей Библии мы замечаем, что пише – это то средство, через чего человек может приблизиться к Богу и без которой человек не может жить. Почему? Потому что человек должен понимать, если физическое пише настолько важна, чтобы плоть человеческая могла продолжить свою жизнь, точно так же и дух человеческий. Но человек заботится о плоти, а забывает о духе. Вот откуда идут все проблемы. Мы сами небесные люди, потому что в книге Ефесянам Иисус Христос через апостола Павла говорит, что Он предназначил нас от самого начала, и Бог нас посадил в небесах среди небесных во Христе Иисусе. Если мы небесные, значит, мы должны быть так же, как и Христос Иисус. Он говорит, что Он есть хлеб, шедший с небес, значит, мне и тебе тоже, мой дорогой друг, нужно стать этим хлебом, шедшим с небес. Как делать нам, чтобы нам стать небесным хлебом? Я помню одно видение, которое Господь мне показал. Он пришел, взял меня за руку и ввел в дом хлеба. В этом доме хлеба печь, в котором пекли хлеб, находился в недре земли, приблизительно полтора метра глубиной, круглой. Там горел огонь и было пламя. На этом пламени и невидимые руки, прозрачные как стекло, пекли хлеб. Бог в невербальном смысле объяснял мне, как готовится хлеб. И Он показывал, как сеется зерно, как умирает зерно, как дает колос, как дает зерно, как собирают, как растирают, как молотят муку и как готовят тесто. И когда все это Он объяснил меня, Он показал на огне огромный русский каравай. Да, именно русский каравай. Хлеб большой, вкусный, ароматный хлеб. И Он уже в вербальном смысле, Он повернулся ко мне и сказал громким голосом. Видишь, как трудно приготовляется хлеб. Он не спросил меня. Он просто сказал, видишь, то есть я должен был обращать на это внимание, что хлеб готовился трудно, что это нелегко. Потом в протяжении всех этих лет я понял, что этим хлебом должен был я сам стать. А еще в процессе этих путей я понял, что каждый верующий должен стать хлебом. Каждый истинный ученик Иисуса Христа должен стать хлебом. Если учитель хлеб, значит ученик тоже должен быть хлебом. Как мне и тебе стать хлебом? Смотри, друг мой. 1 Коринфянам 15 глава гласит так. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Значит, тление – это не что-то чуждое. Тление – это начало воскресения. Когда мы начинаем тлеть, как зерно в земле, значит, скоро и мы приближаемся к нашему воскресению. Потому что начало уже основоположено. Это наша смерть. Как умереть? Когда пришли два пророка, апостолы говорят, что они обсуждали со Христом Иисусом одну тему. Важнейшую тему в данный момент. Это об исходе Его из мира сего. А Дух Святой разве не обсуждает со мной и с тобой об исходе нашем из мира сего? Что, находясь среди людей, находясь среди этого общества, мы не должны выходить? Мы не должны быть обществом отделенным? Апостол Петр об этом не говорит в своем послании, что мы народ взятый в удел, что мы народ святой, особенный. Он взял в удел, значит, мы должны быть отделенные, отделенные из мира сего. Бог хочет, чтобы мы были этим хлебом. Когда окружающая среда нуждается в хлебе, а у тебя нету хлеба? Очень интересная картина. В первом царстве, когда зовет Иисей своего сына Давида, дает ему сыры и дает ему хлебы, и говорит, хлебы отдай твоим братьям, а сыры отдай военачальникам. Давайте посмотрим аллегорию в этом. Посмотрите, военачальники. Сыры готовились из молока. Значит, военачальники питались молоком. Они были военачальники, а были младенцы. А вот воины, они были воины. Последователи за этими военачальниками, однако они пытались более твердой пищи, нежели они. Как же нелогично в духом смысле, когда у пастора или у проповедника нету пищи или пища младенческая. Вот почему апостол Павел заботится, шестая глава книги, евреям, оставим начатки учения и поспешим к совершенству. Мы должны быть совершенны в этом плане. Мы должны умереть, чтобы стать этим хлебом. Когда мы уже становимся небесным хлебом, мы можем спокойно повторить слово Иисуса Христа. Я есм хлеб, шедший с небес. Внутри тебя должно быть это свидетельство, что ты хлеб, шедший с небес. И вот это свидетельство, которое есть внутри тебя, делает тебя именно тем хлебом. Люди, встречающиеся с тобою, они всегда у тебя найдут хлеб. В доме хлеба не было хлеба. Из-за этого одна семья и многие семьи эмигрировали. Они уходили в разные грешные города. Поэтому и Наимень вместе со своим мужем, со своими сыновьями, они уехали из дома хлеба. Они уехали в поля Моявицки, в греховные поля. Там все они умерли, Наимень осталась. И вот Руф вместе с Наимень, она приехала туда, обратно, в дом хлеба. Потому что они, именно Наимень, она там услышала, узнала, что Бог посетил свой народ и дал им хлеба. Друг мой, посмотри, когда Руф работала на поле, она покушала там хлеба и часть хлеба, кусочек хлеба, сохранила у себя для своей свыкрови. Как важно, когда у тебя есть пища для своих родных, для своей семьи, для своей жены, для своего мужа, для своих соседов, для своих братьев и сестер. Как важно, когда ты всегда с Богом и Бог, как пища у тебя есть. Ты питаешься Богом и даешь часть другим. Как важно это. Значит, тебе нужно стать этим хлебом, как стать хлебом. Когда ты зерно, когда ты уже готовое зерно, воскресенье идет в твоей жизни, ты должен попасть под жернову Бога Живого. Друг мой, когда ты обуваешься и ходишь по улице, часто попадает под твои ноги, под твою обувь камень. И порой бывает больно. Ты ощущаешь это. И как часто ты наступаешь на миллиарды частиц пылинок, и ты это не ощущаешь. Точно так же, когда ты зерно, когда люди наступают на тебя, они чувствуют это, что наступили. Ты даешь об этом знать. Но когда ты мука, то миллиарды пылинок из себя представляешь. Когда наступают на тебя, никто это не ощущает. И ты не даешь этому знать. Потому что ты уже готов, но не полностью. Вода – это прообраз Слова Божия. И теперь, когда ты соединяешься с водой, ты становишься одним целым со Словом Божиим. Ты становишься тестом. Но еще ты не хлеб. Ты тесто. Хорошее, прекрасное тесто. Это часть, продажительная часть воскресения твоего, чтобы тебе стать хлебом небесным. Тогда Господь с твоей рукой помогает тебе войти в горнило, в эту печь, которая находится в недре земли, то есть среди людей. Там горнило. Бог верный. Он никогда, никогда больше не допустит тепла, температуры, больше твоих сил. Потому что при большем искушении Бог дает и большую благодать, чтобы ты мог это нести. И когда ты выходишь оттуда уже как готовый хлеб, Он не даст тебе с гористом. Не даст. Бог не просто человек. Он не даст. Он не дремлет. Он не спит. Он всегда хранит. Он всегда взором своим над тобою. И когда ты спишь, Он смотрит на тебя. Он наблюдает за тобою. Он хранит тебя, слава Ему. И тебя делает этим хлебом. И когда ты уже готовый хлеб, пора уже делиться с людьми. Люди могут общаться с тобою разными путями. Это будет и во время искушения. Это будет и во время собрания. Это будет и во время прекрасного близкого отношения, общения. Люди начинают питаться. В твоем доме ты как дом хлеба. Всегда есть хлеб. Ты есть этот хлеб. Ты даешь собою питаться, чтобы люди питались Богом, потому что ты полон Богом. Ты им становишься. Пусть Бог благословит тебя, друг мой, чтобы ты стал именно Вифлеемом, домом хлеба, где всегда полон хлеба, где никогда не бывает пустой. Помнишь, мой дорогой друг, книга Исаия Пророка, песня 49 глава. Ты так стрела и застроенная, приготовленная для определенного времени, для определенного места, для определенной цели. Когда порой тебе казалось, что Бог забыл тебя, люди не обращают на тебя внимания, ты никому не нужен, оказывается, ты был готовой стрелой в колчане Бога. Бог хранил тебя для этого дела, и Он ставит тебя на свое тетиво и напрягает, и опускает, и ты летишь буквально к цели Бога Живого, и у тебя получается успешное исполнение воли Бога. Пусть Бог благословит тебя, чтобы ты это понимал, мой друг. Слово Господу за тебя, что ты даешь Богу возможность приготовить тебя. Богу возможность провести тебя через свои жернова, провести тебя через свой огонь, через эту печь. Слово Богу за тебя, пусть Бог благословит тебя. Хлеб Бога Живого. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мир дому вашему.